Так, у нас наконец-то выпал снег. Первый в этом году. Дашунчик сразу попросилась на улицу. У нас на улице везде лужи, а во дворе так хорошо. Снежочек немножко задерживается, и ветра нет такого. Немножко поиграет на улице, и снежочек такой прям усилился. Но для нас это прям снегопадище. Мику хочешь кормить? Мика, снег выпал, а ты дрыхнешь. Пойдем. Соня. Так, Микушка, давай я тебя тоже покину снегом. Ой, не сняла. Мика. Мика, на. Опа. Хи-хи-хи. Ой, ну все, красота. Снежок идет. Да, такое событие у нас не часто бывает. Да. Ты решил тоже выйти, да? Ну и правильно. А на улице так хорошо. Ням-ням. Сейчас камеру занесу домой. Так, у нас буква... Ой, ой, сейчас Леша мне порвет ее. Что ж он делает? Ай, ужас дикий, блин. Сплошной стресс. Оно же минус. Окей. В общем, у нас на улице минус этой ночью был. Сейчас минус два. Но ночью было минус семь, по-моему. Я попросила Лешу, чтобы он прицепил кормушку. Птичек будем кормить, Даша будет смотреть. Я кошу эту шторочку отодвинула, чтобы Даша смотрела, как снег падал. Сейчас пойду зернышки возьму, насыплю. Дашенька будет смотреть в окошко. И у меня в этом году прям желание елку уже разобрать. Сегодня у нас десятое число. Отломать? Ага. Ой, холодно на улице. Вот буквально два дня назад у нас было плюс сколько? Плюс пятнадцать. Было тепло. А сейчас цвели цветы. Сады. Ну, у нас, в принципе, и сейчас цветут цветы. Все, прикрепила. Сало прицепило. Ну что, ждем птичек. Когда они там надумают приходить к нам в гости. Так, ну что, ребятушки, празднование Нового года уже закончилось. А подарочки только начинаются. Только что пришел курьер с посылочкой от Василька. Сейчас вместе с вами распакуем, посмотрим, что же я там заказала. Так, ребятушки, начнем с меня. Заказала себе вот такой вот костюмчик. Получается, вот шортики черные и вот такая вот футболочка длинная. Но я заказала по дому ходить. Ну, в принципе, я смотрю, можно так-то положить на лето, отложить. И на прогулки в парк с Дашенькой гулять каждый день достаточно неплохо. Кармашки здесь есть. Можно будет еще заказать пару таких костюмчиков. Очень легкая, свободная резинка не давит. Резинка широкая. Вот, все хорошо село. 42 размер. Просекко. И вот еще, что я заказала. Дашеньке обновила домашние костюмчики. Пижамки. Вот такие вот в продаже появились. Вот штанишки такие. И футболочка. Она такая, чуть-чуть удлиненный рукавчик идет. Вот как раз сейчас по дому ходить. Вот желтый цвет. Вот такой вот зеленый. Я не знаю, какой это цвет морской волны. И розовый. Вот, Дашунчику по дому ходить. И вот такой вот костюмчик, как я ей заказывала. Она сейчас таких ходит. О, с глазками. Обновим ей домашнюю одежду. Потому что она постоянно... Мы в день, бывает, по три комплекта меняем. Она покушает и все. В стирку отправляется. Еще заказала Дашульке водолазку белую, трикотажную. Написано для мальчиков. Но я нашла ее в разделе для мальчишек. Но белая, я считаю, это унисекс. Как раз нам нужна была белая водолазочка. Сказала каждому по упаковке теплых носков. Носочки собачьи шерсть термо-носки. Нужно будет разыгрывать среди мужчин, какие кому достанутся. Это у нас тоже собачья шерсть. Кушан термо-носки. И вот такие вот еще носочки тоже. Это верблюжья шерсть. Все размеры одинаковые. Расцветки все разные. Поэтому буду, я говорю, устроим конкурс. Но это я для себя заказала. Это, сейчас скажу, резинка с компрессионным эффектом. Это очень здорово. Я, кстати, себе купила компрессионные носки. Они так помогают. У кого проблемы с ногами, у меня проблемы. Здесь тоже собачья шерсть. Шерсть лечебная. Твой стиль. Вот такие вот носочки. В общем, всем взяла теплых носков. Заказала две простыни на резинке. У меня два комплекта. Белых вот таких вот в полосочку. Но они без простыни на резинке. Еще заказала на Васильке вот такую вот подушечку. Сейчас хочу... Заказала одну. Хочу посмотреть, как она будет смотреться на нашем стуле. Что, может быть, не нужно менять обивку. А просто заказать на Васильке вот такие вот подушечки. Они, кстати, и на табуретки на круглые продаются. Разных размеров, расцветок. Их можно стирать. В общем, не можно не заморачиваться. Сейчас давайте посмотрим, как это будет смотреться на стуле. Так, ну что, ребятушки. Вот я одела подушечку на стул. Ну, наверное, все-таки такие подушки лучше одевать на стул, который, ну, идет изначально не мягкий. Вот. Ну, напишите в комментариях. Молодец, Дашульчик. Напишите в комментариях, как вы считаете, стоит заказывать мне подушечки или лучше здесь обивку сразу менять. Так-то удобно. Можно ее постирал, положил. А если обивку натягивать, то, получается, ее уже не поменяешь, не постираешь. Это я заказала на любимом Васильке. Ссылочку оставлю в описании под этим роликом. Переходите на сайт, заказывайте. Очень огромный ассортимент хороших, качественных вещей по выгодным ценам. Я готовлю мясо, тушу. С макарошками поедим. Дашульчик бегает, носится по дому, везде прыгает, скачет. И тут у нас движняк. О, Максим куда пропал? Он пошел свою видеокарту отключить. А, новую, да? Я думала, она у тебя уже. О, сейчас нагрелось, сейчас дам. В общем, Максим себе купил видеокарту. Он собирал себе денежку на этот. Бэушную. Бэушную взял. Почем? Сколько стоит? А так она новая, сколько стоит? Где-то 30 тысяч. Таша, иди. Бутылочка твоя на табурет. На этом. В спальне стоит. На тумбочке. В общем, Максим собирал себе на телефон, так как я ему подарила. Он себе решил купить видеокарту. Там на Озон продаются бэушные видеокарты. Вроде пришла в хорошем состоянии. За 15 купил, так новая на 30 тысяч стоит. Вот, сейчас они проверяют, как она работает, видеокарта. Вот. А еще из таких вот технических, так сказать, интересностей. Стабилизатор для всего дома, да? До 260 у нас напряжение выходит. И Леша покупал сначала... Как эта штука называется? Реле напряжения. Реле напряжения у нас постоянно выбивало напряжение, потому что было слишком высокое. Вот. И поэтому Леша вот купил вот такой вот стабилизатор на весь дом, чтобы... У нас отдельно был стабилизатор на холодильник, на компьютер и на... Как его? Ну, короче, на морозильную камеру. Вот, Леша купил такую штуку. Теперь у нас весь дом защищен. Сколько он стоит, Леш? 13 тысяч стоит. Вот характеристики. На 10 киловатт. На 10 киловатт. Так что мы теперь еще и защищены от перепадов напряжения. Макс, где отвертка? О, у Леши. Этот фонарик. Максим, отвертку дай, Леша. А, я отвертку. Так, ребятушки, ну что? У нас два дня постоял холод. И все, сегодня уже все тает. Сейчас взяла в руки камеру и сразу солнышко пропало, небо голубое. Сегодня светит солнце, плюс на улице прям ощущение весны. В общем, зима у нас закончилась. Один день померзли. Ну, там, грубо говоря, два дня, но один день был там прям минус такой, минус 8. Там несколько часов продержалось. Но, тем не менее, сейчас идешь по улицам, все тает. Все, все капает. Для каждого своя зима, а я такую зиму обожаю. Мы с папой сейчас по делам бегаем, по Яблуновскому. Сегодня день такой насыщенный. У нас, кстати, этот год начался очень насыщенный. Прямо вот с начала года мы постоянно в каких-то делах, в каких-то заботах. И я надеюсь, что все будет хорошо, да. У нас тут у людей пальма живет. Мне так интересно было, укрывает ее на морозы или нет. Вот у нас было до минус 8. И пальма неукрытая, стоит нормально все с ней. Так вот. Дома в ванной вот такая вот пальма. Вот как я только что вам показывала на улице. Вот я посадила. У меня это точно такая же пальма. Так что ее потом можно будет пересадить на улицу. И судя по нашим соседям, грубо говоря, можно эту пальму высаживать на улицу. Но есть вероятность, что она, конечно, замерзнет. Вот она уже какая большая. Я ее посадила, когда мы дом купили. Вот она уж какая большая выросла. На лето я ее выношу во двор. Во дворе она стоит. Посмотрела только что прогноз погоды. И у нас опять будет похолодание. Минус 10 обещают. И будет снег опять. Снегопад. Прям зима начнется. У нас вечер. Уложила Дашу спать. Сижу, пью кофе перед сном. Сейчас пойдем с Лешей смотреть в друзей. Сижу, пока папа в компьютере. Сижу вместе с ними, молчу. Леша играет в компьютер, папа тоже что-то в компьютере смотрит. Думает, как у нас уютненько. Так хорошо. Уже и не хочется елочку убирать. Осталось только люстру купить. Но 30 тысяч на люстру тратить как-то, не знаю, непозволительная роскошь. За 30 тысяч можно на две недели в Сочи поехать отдыхать. Ну, квартиру снять. Каждый занят своим делом. Но так хорошо, так спокойно. А этого мальчика я дарила маме. Еще когда мы в Москве жили. Всем привет, друзья. У нас сегодня воскресенье. У меня в субботу видео не вышло. Ой, по техническим причинам. Уж простите, остались вы у меня без видео. Сейчас готовлю кушать. Сегодня хочу стушить. Сейчас вот гречку варю нам с Дашенькой. Ну, может, папа тоже гречку. Не знаю, папа любит гречку. Нет. Мужчинам варю макарошки. И тушу мясо с грибочками. Сейчас мясо стушу. У меня мясо порционное. Мы покупаем большие кусочки. Я его порционно нарезаю, замораживаю. Небольшой кусочек был. Разморозила. Сейчас, пока готовлю кушать, папа мне все поубирал в зале. Я сейчас поставлю пылесос. Отправлю на уборку. Очень классно. Вот этот робот-пылесос. Прям очень помогает, выручает. Он очень хорошо пылесосит. Лучше, чем все остальные. И Алеша в этот момент сейчас сниму. С Дашенькой во дворе там гуляют. Чего-то их не видно. Даша на улицу прям просится. Помаши маме ручкой. Не может она ручками махать. Ты моя сладкая. Мясо тушится. Мясо было немножко, вы видели сами. Но я компенсировала это овощами, перец, грибочки и морковочка. Что? Пришла наша гуляка с улицы. Сразу кушать за стол. Аппетитно гуляла, да? Да. Огурчик любит. Кто огурчик делал? Баба. Баба. Да. Вкусные огурчики. Даша вот сидит, кушает. Смотрите, какая у нас красота. Ой, прям вообще и Даша заснула. Я так хочу ей такой снег показать. Прям такими хлопьями посыпался. Ну, мужики тут заняты компьютерами, да. У нас в семье я пожаловаться хочу. Ну, ладно, не буду. Мама, я хреновая, как-то это тебя? Да, хотела об этом сказать. О, вот так. Я выйду, выйду сейчас на улицу. О, какая красота. Такой снегопад. Так жалко, что Дашенька уснула. Может, вечером сегодня поедем. Это я розочку запаковала. Может, сегодня вечером поедем погуляем в парке. Не знаю, посмотрим, конечно. Ну, снег прям такой красивый. Ну, да. Ладно, пожалуюсь. Время жалоб. У нашей семьи видеокарта самая хреновая. У меня. Ну, папку мы не будем считать. У него вообще компьютер маленький. Это, в общем. У Макса лучше, у Леши лучше. Скоро придет. Еще не. Может, и не придет. Да, а у меня вот что. А я вот монтирую видео, сижу. И у меня компьютер виснет, потому что у меня видеокарта не справляется. Ну, ничего, я потом себе сделаю апгрейд. Тот, кто зарабатывает на этом, тот у того хуже всего видеокарта. Вот, какой снег красивый. Прям вообще красотища. Я хочу путешествовать, а не на видеокарту деньги тратить. Ой, как красиво, ребят. Я не могу. Какая красота. Я в этом году хочу прям, очень хочу попутешествовать. Хотя бы в Сочи съездить с Дашей. Не знаю, получится или нет. Ну, очень хочется. Я просто подумала, что звучит, наверное, слишком круто. Хотя бы в Сочи съездить. Ну, просто я раньше часто путешествовала. Компьютер выключается и все тут. Не получается монтировать. Хвастается у кого какой-то компьютер. Ну, покажи, что у тебя за компьютер. Думаю, зрителям тоже будет интересно. Ну, поставь, что. Расскажи, что у тебя тут. Вот, сейчас я им обновил. Новая видеокарта. 1660. Это супер. Новый блок питания на 650 ватт. Обгрыд сделан. Ну, и еще давно поменяли процессор на i5. Угу, круто. 24. Э, а ты что свой прячешь? А, я ничего не делал. У тебя скоро. У материнская плата получше. У тебя скоро будет видео. У Леша тоже скоро будет видео, кажется, хорошее. У меня вообще 4 слота под оперативку, у меня 2. А вы специально подобрали время, когда Даша заснет? Не думаю. Ей бы было очень интересно. Угу. Ну, все. Пойду проявить. Кружок юного натуралиста объявляю закрытым. Юного программиста. Юного программиста, да. У меня сборщиков. Как у нас красиво. Какая погода сказочная. Съемка. Вот веселуха какая у вас. Первый раз за эту зимой одевает плотку. Зима. Ой, побежала. Неси давай, дедушка ждет. Ничего себе ты бросаешь. Это папа собирается в парк. Мы сейчас поедем. Это папа так собрался. И так собираемся мы. Я тоже еще в домашней одежде. Ну, ты же сказал, что машину будешь прогревать. Поднимаешь, как-то не думаешь. Ну, отлично. Пойдем погуляем, пока снег не растаял. В принципе, мне такая зима нравится. Подключи, я беру. Ага. Нравится вот такой снег. Выпал снег, немножко погуляли по снегу. И все. Дальше тепло. Ну, еще февраль весь. Так, где у меня тут? Зад. Зад шапки. Все. Так, Даша на еда в термосе. В сумке термосе. Ну, и, конечно же, куда мы без вас. Мы обязательно берем вас с собою. Так, Максим, помаши пока-пока. Пока-пока. А мы пойдем гулять. О, я же так и не сняла, как у нас горят огонечки во дворе. Тут, кстати, можно менять. Так. Тут, кстати, можно менять. Надо снять, чтобы заряжалось. Ой, а где же это? Пульт. А, он же здесь прям. Вот, я сейчас покажу. О, чтобы так горело, так. О, пусть так горит. Все, бегу. И вот так вот у нас с улицы вид. А здесь штору я откинула, чтобы Даша смотрела на снег. И так она и висит. О, это дедушка у нас снеговика лепил. Вот такая вот погода, слякотная. Ну, ничего. Мы буквально там, не знаю, минут 40 погуляем. Я спереди села. И это такая редкая история. Я думала, она не пристегнулась. Ну, отлично. Внимание, ухуджение погодных условий. У нас там плюс один написано было. Ну, пойдем. А, может, вон там, вон, это полынья? Может, они там есть? Нет, может, они кушали что-то. Может, они пробили дорогу. Прикольно. Отлично на камеру, чтобы пруд замерзший. Сейчас посмотрим. Сейчас я покажу. Прут замерз. Таня говорит, давай я что-нибудь кину. Ой, это что? Пшено. Пшено сколько вон насыпает. Снимаешь? А что ты хочешь, Кейн? Ну да, я тему лед пробьешь. О, ты видишь, как это? Я хочу уходить. Все замерзло. Красиво так. Да, пойдемте. А мы уточек хотели покормить, а тут замерзло все. Они в воде, утки все. Гуси на суше, а утки все в воде. Здесь вот замерзшая вода, а там не замерзшая. И снежочек уже усилился. Какая красота. Да, Шульчик, идет? С дедушкой и с папой. Так что покормим мы сейчас. Уточек. Главное здесь не грохнуться. Вот здесь замерзшая. Как красиво так. Снежочек идет. Красота. Вон. Они стоят на воде. Прикол. Причем только утки там. Так интересно. Да, они уже не будут. Я же тоже говорила, что вечером может не будут. Да, они уже сытые. Сейчас я тебе в грошу. Я прям по утке кину. Влин, я хочу кинуть подальше, но у меня с Дашей не получается. А ну, дай. На тебе, утки вам, ешьте. Все, тогда просто погуляем. Я тоже подумала, что они вечером. Не, просто под деревьями каплю. Да, да. Не, они не кушают. Они не хотят кушать, Даша. Уже вечер. Они днем. Доченька, но они не хотят кушать. Смотри, как красиво снег идет. Ты видишь, как красиво? Дашенька, уточки уже сытые, им пора спать. Да, они в спадке рано ложатся. Как солнышко прячется. Где твое лицо, Даша? Ты где? Ку-ку. Где лицо? О. Даша, уточки хотят спать уже. Они уже покушали. Им надо бай-бай. Угу. Они им надо умные. Ря-ря-ря. А здесь, слышишь, трамплин. Если сильно разгонишься через трубу и куточком. А мы в детстве катались. У нас всегда горка заканчивалась ручейком в конце. Приходишь домой, весь мокрый. И в ручейке. А теперь пока рано так ездить. Ножи хочется, как и красавица. И ты как красиво. Классно? Не так, у тебя прям капли. Ну, стой, не двигайся. А у него впитывает. Ага, а у тебя не впитывает. У меня, наверное, не впитывает. Ага. Это водоотталкивающая куртка, а это водоотталкивающая. А у меня какая? Водоотталкивающая. Видишь, пап? А у Даши? Даша, иди сюда. А мы с Дашей пришли сюда. Не нравится снег? Хочешь домой? Тебе надоел этот снег, да? Нет. Хочешь домой? Нет. А? Есть хочешь? Да. То есть, ты считаешь, что по снегу гулять неинтересно, да? Красиво, доченька? Да. Видишь, как капельки переливаются в лучах зимнего дождя, да. Да. О, смотри. Там это, Эйфелева башня впереди. Видишь силуэт Эйфелевой башни? Что это такое? Ну, это колесо обозрения. А, точно. А задалека как будто Эйфелева башня. Еще и это цвета, флаг России или цвета это, Франции. Интересно. Мы в Франции? Да. Париж. Париж. О, мы финали. Парижа. 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 Где снеговичок? Покажи снеговика. Ой, какой красивый, да? Снеговичок. Мама, что ты делаешь? О, а тут тоже вода замерзла. Ой, у меня голова закружилась. Ну, там чуть-чуть совсем осталось. Смотри, здесь тоже вода замерзла. А, ну, не замерзла. А, ну, снег нападал. Не-не. Там видно, что замерзла. Идем, идем, да. Веточки. Ку-ку. Да, Мишка тут. Пандочка в снегу весь. Ого, сколько снега выпало. Тебе по колено. В Краснодаре выпало снега по колено. Дети не могут пробраться сквозь эти сугробы. Шок, жесть. Смотреть в цвет. Да, точно. Бедненькая, не можешь выбраться. Помогите девочке. Мама, помоги. Чего никто не помогает, Даша? Я снимаю. Вот так вот всегда. Не, чтобы кто-то помогал. Дедя, папа. Ну, вы чего? Дедя, папа. Ага, бедненький ребеночек. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Сейчас же Старый Новый Год. Смотрите, как Эфелева башня подсвечивается. А тут пенсионеры танцуют у елочки. Веселуха. Даша на лошадке. Даша, маши ручкой. Вышли погулять два папы и две дочки. Даша нашла снеговичков. Ну, а на этом видео будет заканчивать. Всем всего доброго, всего хорошего. Со Старым Новым Годом. Иди к нам по машинам. Мастером Натя. Давай подседай. Веселуха. sole and my dad here. Ну, мы увидим. КОНЕЦ РЫЧЕВЛЯ elev"! ВЕСЕЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аああ.